Коль речь идет, все-таки зашла в дальнейшем о подготовке кадров и вызванный интерес даже с родственным информационным технологиям и выбором детей, как одного из показателей, да, это выбор информатики, действительно, и на сегодняшний момент и Министерство, и компании, представители компаний, партнеров, в том числе, там, порядок других проектов. В этом году был один из таких проектов, которого цифры, который тоже показал, да, определенный результат и определенный интерес к этому тут всего. Но вот все же, в контексте, понятно, что рынок труда, понятно, что система образования это как раз-таки воспитание и подготовка будущих специалистов тех или иных отрасляров. Понятно, что все цифровые технологии, которые на сегодняшний момент есть, которые еще будут дальше развиваться, и о них мы буквально там разговаривали на предыдущей сессии. Ну, просто разговаривали, да, технологии, что, конечно же, они кардинально поменяют жизнь не только, ну, обыденную жизнь, да, например, транспортные инфраструктуры, например, посещение поликлиник, но, безусловно, они, конечно же, поменяют и саму, саму систему образования. И здесь, в этом контексте, конечно, хотелось бы вот переговорить и услышать мнение наших коллег, которые на сегодняшний момент, ну, занимаются, что называется, конкретными образовательными сервисами. И каким образом образовательные сервисы в сегодняшний момент меняются с точки зрения содержания, как они влияют на траекторию развития ребенка. И здесь хотелось бы вот, ну, давайте, наверное, на выбор, либо вот Ельвира Алимина, либо представители компании «Скрагенка» Александр. Добрый день. Прошу презентацию. Ну, давайте пока начну, да, без презентации. Следующий слайд, пожалуйста.